Это программа День с толком, студия Анастасия Драган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. В сторону аэропорта на юг и на правый берег Аби. Так, разработчики генплана Барнаула собираются состраивать город. Что думают об этом строители и готовы ли жители перебраться за мост? Часть предпринимателей освободили от налога на имущество. Как попасть под льготу? Больше 20 килограммов запрещенных растений за неделю изъяли в крае, как прошла масштабная спецоперация правоохранителей. Несколько учебно-производственных кластеров по подготовке кадров для разных сфер появятся в крае. В первом будут обучать швей, еще в двух – машиностроителей и специалистов транспортной отрасли. Таким образом, алтайские студенты смогут не только получить образование, но и заранее найти работу на ведущих предприятиях региона. Сегодня в Барнауле подписали соглашение о партнерстве между региональным минобром и представителями транспортной отрасли края. Все в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В 2023 году на базе Алтайского политехнического техникума будет создан образовательно-производственный центр для машиностроительной отрасли, а на базе Алтайского транспортного техникума – для транспортной отрасли. На эти цели из федерального бюджета направят 200 миллионов рублей, из краевого бюджета – 10, от предприятий реального сектора экономики более 22 миллионов рублей. Сегодня в нашем крае более 50 тысяч студентов, которые получают среднее профессиональное образование по более чем 50 специальностям. Мы видим, что наблюдается рост заинтересованности в получении именно рабочих специальностей. Всегда в программе развития, в стратегии развития своего образовательного учреждения, во главу мы всегда ставили мнение наших бизнес-партнеров. Вот эти постулаты именно этого проекта, то есть они помогут выстроить более серьезную систему взаимодействия. Всего в проекте «Профессионалитет» участвуют 42 региона и 150 тысяч студентов по всей стране. Куда будет развиваться Барнаул и насколько остро стоит для него вопрос дефицита земли, о котором постоянно говорят застройщики? На дискуссионном клубе «Точка зрения», который организует сибирская медиагруппа, обсудили генеральный план города. Проектный документ все еще в разработке. Подробности в сюжете. Еще в 2019-м разработчики Барнаулского генплана, это питерские специалисты, вектор развития города видели внутри него самого, на месте сноса аварийного и ветхого жилья и неработающих предприятий. Но уже сейчас вектор изменился, сообщили представители мэрии. И расширять столицу края в рамках генплана разработчики и общественность собираются иначе, в северо-западном направлении в сторону аэропорта, на правый берег Аби и в южном направлении. В общей сложности это 500 гектаров. Казалось бы, раздулье, но есть и свои нюансы. Вводя в оборот столь крупные территории, особенно если мы говорим о северо-западном планировочном районе, мы должны понимать, что мы нагружаем наши основные магистрали, то есть это и Павловский тракт, и проспект Красноармейский. И мы, принимая те или иные решения генерального плана, мы должны четко осознавать, как мы будем решать вопросы развития транспорта. То же самое касается и Правого берега. Застройщики Правый берег осваивать не против, но предстоит решать массу вопросов. Прежде всего, там совсем нет инженерной инфраструктуры. Там опираться надо на газ, да, прежде всего, если говорим о тепле, а все остальные вопросы решать надо. Есть направление на север, но оно тоже направление непростое. Застройщик считает, что развиваться в северном направлении можно, но в перспективе, по его мнению, вероятно, придется переносить аэропорт. Необходимость развития Правого берега Аби признает и глава города Вячеслав Франк, но в то же время считает, что это перспектива не самых ближайших лет. Ведь при нынешнем спросе на жилье строят достаточно, уверен глава города. Строитель будет строить ровно столько, сколько он продаст. 550 тысяч квадратных метров жилья мы с вами должны ввести в этом году. Дает ли город Барнолл сегодня плановые показатели? Дает. Есть ли перспективы исполнения плана? Они есть. Земельные участки, и они есть у города. Но надо понять, если мы находимся в 500 тысячах квадратных метров, то земли достаточно на такой, ну я бы сказал, большой или среднесрочный период. Новый генплан предусматривает и развитие промышленного производства на территории города. Поэтому, отвечая на вопросы развития этого сектора, мэр оперировал данными статистики. У нас индекс промышленного производства 109 сегодня. Можно простым языком, рост 9%. В крае 101. В Российской Федерации 102. Но это же цифры. На сегодняшний день в предварительном функциональном зонировании города предусмотрено две большие территории специально под развитие промышленного комплекса. Это, ну если будем говорить, территории по улице Космонавтов, по перспекту Космонавтов и территории в северо-западно-планировочном районе, то есть большая территория. Вячеслав Франк добавил, что главная задача генплана – создание комфортных условий для жизни горожан. И при принятии обсуждать его должны и будут жители города. Что я вижу в своем городе, если все-таки попробовать вам ответить на этот вопрос. Нефти мы не найдем, угля мы здесь не найдем. Это комфортный, уютный, красивый город, спортивный город, город искусства, творчества. И все для этого в принципе в городе есть. Известно, что работы над генпланом предварительно должны завершить к концу этого года. Уже сейчас его активно обсуждают и архитекторы, и строители. А позже генплан представят общественности. За ней и будет окончательное слово. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Продолжим тему развития Барнаула, а точнее идею застройки правого берега краевой столицы. Возникла она еще в советские годы, но по разным причинам до сих пор не начала воплощаться в жизнь. Как к перспективе освоения правого берега города относятся современники, мы спросили у них самих. Со стороны Затона, да, скорее всего, можно. Как раз люди там, если укрепить дамбы, скорее всего, тот вариант больше подходит, чем уже в черте города. Ну, если есть финансы, конечно, почему нет. У нас, кстати говоря, и набережная здесь на краю города получается. Если бы она была застроена, та часть, то, может быть, и набережная больше была удобна для посещения. В Тюмени, например, там набережная 4 километра, там два уровня, по крайней мере, на протяжении 4 километров. И причем они с другой стороны тоже строят набережную, потому что город продолжается в Тюмени и с другой стороны реки. Это бы хорошо, конечно, но денег в кассе у администрации города Барнаула нет. Хотя здесь бы достроили, доверить до ума этот берег. Тот берег не надо, пусть что-то хоть останется. Сторон аэропорта пусть осваивает. Это надо очень серьезные капитальные вложения. Надо дамбы, то есть капитальные гидротехнические сооружения. Это требует серьезных капитальных вложений. Там даже в Затоне находится магазин «Марьера». Мне продавцы рассказывали. Ну, в этом году не было, да, вот паводка большого. Вот когда был паводок, года три назад, там уровень воды в магазине был 50 сантиметров. Давно уже пора. Конечно, здесь можно строить, расширять город. Ветеранов боевых действий, а также прямых родственников погибших и умерших участников боевых действий освободили от транспортного налога. Такое решение приняли сегодня депутаты Краевого ЗАГСобрания. Под льготу потенциально могут попасть больше 23 тысяч человек. Но важное условие – мощность авто не должна превышать 100 лошадиных сил. Какие еще важные решения приняли сегодня парламентарии на первой после каникул сессии, расскажем далее. Решение, от которого должны выиграть все. Алтайские предприниматели получат льготу по налогу на имущество. Офис, склад, производственное помещение площадью меньше 300 квадратов – все это не будет облагаться налогом. Преференцию предоставят бизнесменам со штатом минимум из трех сотрудников и определенным уровнем их зарплат. Мы рекомендуем муниципалитетам принять аналогичные законопроекты, касающиеся помещений физических лиц. Когда физическому лицу принадлежит какое-то небольшое здание, сооружение, киоск, гаражи под ремонтом автомобиля и еще что-то, и он их использует как индивидуальный предприниматель или сдает в аренду, то в этом случае это уже право муниципалитетов будет ввести аналогичную льготу для них. У медработников теперь есть право на бесплатную юридическую помощь, но лишь для защиты чести, достоинства и деловой репутации. К слову, общего одобрения этого вопроса не случилось. И не стоит ставить одних выжить других в данной ситуации и делать из медицинских работников касту неприкасаемых. Из более двух миллионов человек, проживающих в Алтайском крае, практически 800 тысяч этим правом на бесплатную юридическую помощь обладают. А медиков – 32 тысячи. При этом в профильном комитете подчеркивают, что пользуются своим правом далеко не все. У нас установлена сумма определенная на оказание бесплатной юридической помощи. Это около миллиона рублей 800 тысяч. У нас использовано 339 тысяч. Я могу, коллеги, ошибиться по конкретной цифре. В первом чтении принят закон о науке и научно-технической деятельности. Предыдущий подобный документ датирован 1999 годом. Мы увязываем развитие науки Алтайского края со стратегией социально-экономического развития Алтайского края. Тут и есть аграрный сектор экономики, здесь есть определенные секторы промышленности, туризм. В новом законе принципы научной политики – полномочия участников формы поддержки. Так должны появиться гранты в сфере IT и здравоохранения. Кроме того, депутаты одобрили идею присвоить Рубцовску звание «Город трудовой доблести». Это решение было бы отличным подарком к юбилею Южного города. Ему в сентябре исполнится 130 лет. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Новая школа на 550 учеников появится в следующем году в Барнаульском пригороде. Сегодня на городском педагогическом совете с участием профильных чиновников и депутатов Барнаульской гордумы обсудили нововведения грядущего учебного года. 1 сентября 90 тысяч барнаульских школьников сядут за парты. Из них более 10 тысяч сделают это впервые в жизни. Дарить знания помимо сформировавшегося профессионального штата педагогов будут также 100 молодых учителей. В новом году ставку делают не только на образовательный процесс, но и на воспитательный, отметили на горсовете. Усиление воспитательной работы, появление советников, директора по воспитательной работе, специально обученный человек, который будет транслировать всему педагогическому сообществу те цели и задачи воспитательной работы, ну, единые, скажем так, согласованные по всей стране. Глава города напомнила важность реализации нацпроектов, в том числе и создании дополнительных мест в школах. Так, с 2016 года по настоящее время, благодаря проведению оптимизационных мероприятий за счет городского бюджета, в школах создано более 6 тысяч дополнительных мест, в том числе в 2022 году 630. Мест станет еще больше. Прямо сейчас в Барнауле строят школу в микрорайоне «Спутник» на 550 учеников и пристройку к основному зданию школы во Власихе на 400 учащихся. Образовательные объекты рассчитывают сдать в следующем году. На педсовете также отметили, что финансовые вложения в сферу образования в этом году увеличились на 2 миллиарда рублей и составили порядка 12 миллиардов. Школы преображаются, появляется новая комфортная образовательная среда. Но все-таки акцент хочется сделать на другом, акцент хочется сделать на вас. Потому что ни одна совершенно современная техника не будет работать без педагога. Глава города, руководитель профильного комитета и депутаты Гордуму поздравили педагогов со стартом учебного года. Кстати, 1 сентября в этом году во всех школах начнется с поднятия государственного флага и исполнения российского гимна. Валентина Аскерова, День с толком. Очередное смертельное ДТП произошло в Барнауле. Сегодня в начале первого ночи у дома 55 на улице Новосибирской автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился мужчина 79-го года рождения, сбил пешехода, мужчину 88-го года рождения. Как сообщили в Барнаульской ГИБДД, водитель Toyota не снизил скорость и допустил наезд. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. Более 20 килограммов запрещенных растений изъялись незаконного оборота за последнюю неделю в крае. Это результат спецоперации правоохранителей под кодовым названием МАК-2022. Основная ее цель – выявить и уничтожить незаконные посевы и очаги роста дикоросов, содержащих наркотические вещества. В период проведения операции среднесуточно задействовалось более 700 сотрудников органов внутренних дел края. Вынесено 607 предписаний по уничтожению очагов произрастания дикоростущей конопли. Кроме того, 62 лица привлечены к административной ответственности за наркопотребление, один – за культивацию наркотодержащих растений. Уничтожено более 1200 очагов произрастания дикоростущей конопли на площади 327 гектаров. Сразу 13 кустов конопли, а также оборудование для выращивания растений, оперативники обнаружили и изъяли в квартире ранее судимого мужчины 84-го года рождения. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. За незаконное изготовление и хранение наркотических средств мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Добавим, всего за три этапа проведения операции к уголовной ответственности привлекли 146 лиц. Народную программу «Единая Россия» в Барнауле поддержали на заседании президиума регионального полицовета. Всего же приняли 63 программы, с которыми партийцы пойдут на сентябрьские выборы. Основное внимание народной программы «Барнаула» направлено на благоустройство города и повышение уровня комфортности горожан. В этом году в Алтайском крае проходит крупнейшая по России муниципальная кампания. Она охватывает свыше 60 муниципальных образований. На выборах разыграют сразу 5,5 тысяч мандатов и изберут 145 глав сельских поселений. А там все. Нет, эмоций нет. Эмоций практически нет. Четкий прагматизм, конкретные цифры, что сегодня партия ставит, а партия сегодня не разрывает себя с муниципальной властью. На выборы в Барнаульскую гордому своих кандидатов выдвинули 9 партий. Кандидаты претендуют на 40 мандатов. Важно, чтобы по итогам голосования получилась эффективная рабочая группа. Компетентные специалисты готовые и способные работать на благо города и в интересах его жителей. Мы не побоялись взять на себя ответственность за проблемные вопросы. Это и ветхоаварийное жилье, и многое другое, что сегодня беспокоит жителей города Барнаула. Следующий этап – принятие всех 63 предвыборных программ на конференциях местных отделений партии. Кроме единороссов, на выборы в Барнаульскую городскую думу 8-го созыва заявились еще 8 партий. Дмитрий Дроздов, День с толком. Почти 350 домов в алтайском селе Смоленское смогут подключить голубое топливо. В райцентре по программе догосификации построили два распределительных газопровода. В селе сейчас продолжается строительство еще одного. Когда запустят новый объект и нет ли отставания от графика, проверил накануне гендиректор газораспределяющей компании Роман Правдин. В село Смоленское в райцентре полторы тысячи домовладений. На сегодняшний день почти половина имеет возможность пользоваться природным газом. Голубое топливо появилось у жителей во многом благодаря программе догосификации. Так, за последний год удалось построить два распределительных газопровода общей протяженностью 12 километров. Общая сумма затрат превышает 70 миллионов рублей. По 22 ГРП на сегодняшний день уже имеют возможность подключиться к газопроводам 159 домов. По 23 ГРП обеспечили возможность подключения к газопроводу 186 домовладений. На сегодняшний день у нас мобильный офис периодически работает. Людей мы приглашаем на заключение договоров. Договор на подачу природного газа оформили 150 семей. Еще около 200 имеют такую же возможность. Местные власти надеются, что население оперативно сменит уголь на экологичное топливо. Это экономически, во-первых, обоснованно. Во-вторых, нужно сказать, что в настоящее время проблема дров, проблема угля. И в настоящее время уже не надо будет думать, где, чего и как. Поэтому в настоящее время, не имея даже того или другого, газ решит все проблемы. Сейчас в Смоленском строят еще один распределительный газопровод протяженностью 600 метров. А до конца этого года специалисты смонтируют еще три участка. В общей протяженности 11 километров, что позволит еще 300 домам подключиться к газовым сетям. В Смоленском районе, а точнее в селе Новотрышкино, тоже строят газопровод. Правда, работы более масштабные. Возводят 46 километров газораспределительных сетей. Большая половина уже проложена. До конца года объект введут в эксплуатацию. Барнаульский застройщик досрочно сдает жилые дома в современном городском квартале Норд. Его строительство началось в 2019 и продолжится до 2023. Но уже сегодня сотни семей получают ключи от заветных квартир. Современный квартал Норд расположен в развивающейся западной части Барнаула в границах улиц Солнечная Поляна, Взлетная, Павловский тракт. Сегодня это 17 многоэтажных домов, 12 из которых уже введены в эксплуатацию. Застройщик сдает дома досрочно. Преимущество квартала в том, что здесь сформирована полностью инфраструктура социальная, экономическая, коммерческая. Здесь в шаговой доступности находятся крупные торговые центры, школы, детские сады, поликлиники. Также крупная артерия города, Павловский тракт. То есть вы можете без проблем добраться до центра города. Квартал Норд построен в скандинавском стиле, что нашло отражение в расцветке фасадов. Белый и лаконичный серый цвета, акцент красный. Дома построены по разным технологиям. Среди них кирпичные, панельные и монолитные. Этажность тоже отличается в каждом от 10 до 18. Что касается внутреннего пространства, отмечает застройщик, то здесь любой сможет найти квартиру мечты. Мы учли пожелания всех собственников будущих квартир. Здесь у нас есть как и студии, так и большие четырехкомнатные квартиры. Также в кирпичных домах у нас предусмотрены двухуровневые квартиры, так называемый лофт. Особое внимание в квартале уделили зонам отдыха. Так, в центре жилого комплекса появятся аллеи для ежедневных прогулок взрослых, а для детей разных возрастов уже обустроены площадки с игровыми зонами. Современный квартал, уверен застройщик, придется по душе его каждому жителю. Продолжение следует...